Одна из них, почему я не снимал, и это меня очень опечалило, плюс вот эти баллы, и как бы, и так, знаете, думаешь, блин, ну ё-моё, да, обгон в неправильном месте, ну если знак стоит, что обгон запрещено, все баллы сгорают. Кто-то говорит, что в Австрии меня остановили, решение прав от полугода, а потом иди доказываешь, что ты не идиот. Прежде чем вы посмотрите этот видос, который я вот монтирую, хочу вам рассказать немного про, вот меня многие спрашивают, вот это агентство Code95.com, хорошее, нормальное, плохое, и что я могу сказать? Ну, во-первых, ни разу не было, что мне кто-то написал, позвонил в комментариях, что там кидо, скидают, не знаю что. Во-вторых, я с человеком разговаривал по телефону, он живет в Европе, то есть общается прямо напрямую с директорами этих фирм, ведет переговоры, звонит мне, как бы получается, рассказывает, что как. Так, и вот он позвонил, говорит, были у него переговоры с новой фирмой, он набирает людей в новую фирму и говорит, что очень неплохая, порекомендую ребятам. Фирма называется Marca Trans, испанская компания с офисом в Польше, ездит на Россию, Украину, ИС, 45-ка дома. Машин, у него 850 машин у этой фирмы, требуется 20 водителей. Зарплата до 2250 евро, то есть за топливо не списывается. Ну и вы можете посмотреть, почитать про эту фирму, ссылка в описании. Звоните, заполняйте анкеты, и пусть вам повезет, и вы исполните свою мечту. Для начала, я думаю, нормально, так что рекомендую, если будут отзывы какие-то, пожалуйста, пишите. А теперь смотрим дальше видосик, всем пока. Всем привет, привет, дорогие друзья. Так, 44-45. Паузу отстояли. На моей любимой заправочке. Эсса. На по семерке в сторону фулды, прям перед фулдой. Так. Передачку не включили. У меня трехосный прицеп. Бывает и такое. Покажу, может, вам. Не знаю, когда. Так я поставил, конечно, неудачно, но вроде помещаюсь. Заправил на 400 евросиков. Теперь поверните налево, затем поверните налево. Держим путь на Вену. Опять. На прошлой неделе два раза был. На этой неделе был. Теперь поверните налево, затем сразу же поверните направо. Первый раз был на... Мужички сидят с открытыми дверями. Кто что пьет. Жарко. 30 градусов. Тяжелые времена наступили. Вот мужички тоже загорают. А как я еще эта неделя по ночам а днем типа надо спать. Но это вообще цирк. Но не буду обманывать. Поехал. У меня есть два кондиционера. Наверху один. Один заводской. И я пытаюсь поспать. Потому что надо быть отдохнувшим. Чтобы ночью ехать. Не улететь. Не убиться. Или кого-то убить. Правильно? Ну получается он не так себе. Кондиционер, не кондиционер. Все равно солнце светит. А вон кондиционер шумит. Но уже есть как есть. Короче, не снимал уже недели две. Уже собрались пару новостей. Одна из них, почему я не снимал. Настроения не было. Потому что ой, отвык я ездить с трехосным. Смотрите, прямо по краюшку. На одноосном. На одноосном. Там не надо брать радиус. Он поворачивает за тобой. У него поворотная ось. Едешь как на легковой. Ну и вот. Трехосник. Обязательно, когда трехосник. Двухосник. Вот надо на немецком толкалете менять число осей. То, что баги проверяющие. Проверяющие. Они видят, что у тебя стоит. Если не совпадает. Вот некоторые из... Я даже пару раз забывал. То есть, меняю прицеп на одноосный. Уже надо ставить, что у тебя всего три оси, а не пять. Ну, оставляю так три. Получается, оплата дорог меньше. Они видят. О, чувак, а ты это... Почему едешь на трех осях, а у тебя пятиосный прицеп? Ну... Ой, извините. Что-то кофе такое. Ах, какое вкусное. Какое вкусное кофе. Да, да, меня уже... Да, вот эти... Быть блогером надо уметь разговаривать. А если не умеешь разговаривать, так не суй свой нос. Ну, ладно, это это. С темы. Сейчас выйдем на автобанчик. Семерочка у нас. Фулда. Нюрнберг, Вузбург. Пассау. До Пассау доеду сегодня. До границы с Австрией. А завтра уже на Вену и обратно. Потом у нас четверг выходной. Четверг буду ничего не делать, к сожалению. До дома не доберусь. Буду где-то стоять. Четверг, ну... Какой-то у них... На прошлой неделе был праздник. Понедельник. На этой неделе один день. Ну, то есть вообще, блин... И выходной, все, выходной. Почти никто не работает. Только обслуживание там. Магазины, заводы. Ничего не работает. И если попадается четверг, то они делают сразу и пятницу, суббота, воскресенье. Сразу четыре дня. Мини-отпуск, пожалуйста. То есть... Кто-то говорит, что потрачат, работают. Ну, много есть и выходных у немцев. И они себе мини-отпуска такие делают. Я вот... Было две недели назад мини-отпуск. Четырехдневно я ездил в Польшу. Сейчас был тоже с понедельником, получается, почти три с половиной дня. И сейчас опять... Просто так получается, что я до дома не доеду. А так, если бы я в четверг доехал до дому, я бы уже отдыхал. Четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Вот так. Так, и что это? Собрались новости. Сейчас мы обсудим. Так, я включил круиз-контроль. Не буду его обгонять. Двухполоска. Спешить как бы. Ну... И... Почему я не обгоняю? Ну, короче. За обгон в неправильном месте. Ну, если знак стоит, что обгон запрещен. Обычно на двух полосках... Ух... Почти всегда запрещен. Чтоб фура обгоняла фуру. Ну, там... Или время, типа, днем запрещен. Короче. Штраф. Ладно, штраф там 70, 80, 90 евро. Но главное, баллы. В Германии ставят баллы в права. И при достижении 8 баллов права забираются. То есть у меня заберут права. Да, до свидания, Андрей. Ты без работы. А без немецкого... Какую я работу другую найду, непонятно. Ну, конечно, какую-то найду. Да, вот... Нет, это знак... 60 с 10 до 6 утра. 60 только ехать. Сейчас посмотрим, из-за чего. Походу, здесь мост. Виадук. Чтобы ночью не улететь с него. Не знаю, почему 60. Ну, и он едет в 88, нормально. Ничего страшного. Короче, у меня была неудачная неделя. Прошлое и позапрошлое, короче. Ну, даже там не особо, как бы, во многом не я виноват. Но так все сразу наложилось. Получается, мне прилетело сразу 3 штрафа. 3 штрафа сразу прилетело. В течение одной-полторы недели. И каждый штраф больше 100 евро. И это меня очень опечалило. Плюс вот эти баллы. И как бы, и так, знаете, думаешь, блин, ну, ё-моё. Короче, настроения не было. Так за что штрафы? Ну, вот штрафы, как бы, получается, они были в разное время. Один был чуть ли не на Новый год. Второй был месяца 2 назад. Третий не по моей вине вообще. Так вот. Штраф за дистанцию, кстати, поставлю сейчас дистанцию. Она стоит 50 метров. Вот сейчас он держит 50 метров. Но это минимально. Я поставлю 70 метров. 70 метров, чтобы я точно был уверен. Потому что DAF, он не очень реагирует на эту тему. То есть, кто затормозит, я не буду резко тормозить. То есть, я приближусь к нему. А потом он потихоньку будет опять увеличивать расстояние. Вот Данила говорит, что на мании более чётко он держит дистанцию. А как они делают штраф? Ну, вот ставят на мосту камеру. И, пожалуйста, измеряют. Обычно это ставят камеру там, где обгон запрещён. То есть, чтобы ты не мог сказать, что... А, вот, он меня обогнал. Или я собирался обогнать. И поэтому приблизился к нему. И они плюс расстояние. То есть, не сразу вот сфоткали расстояние. Всё, они берут где-то за, там, я не знаю, километр. Сфоткали. И через километр опять сфоткали. И если ты так же едешь, значит, ты не собираешься не обгонять. Или кто-то перед тобой, может, резко затормозил. Я так тут думал. Вообще, я всегда еду на лимитаторе, получается. Но вот как-то меня сфоткало. К сожалению. Я не могу себе это объяснить. Блин. Потому что я всегда стараюсь расстояние. И всегда говорю в своих видео, что это важно. Это важно. Все аварии из-за расстояния. Потому что за легковой едешь, ты видишь перед него расстояние. Там, если что, затормозить. А около фуры, если ты едешь, ты не видишь, что перед ней. Если он резко тормозит, то ты целуешь его. Ну, вот, короче, сразу два пришло таких. И это сразу два балла в правах. Плюс у меня уже было два балла в правах. То есть, один раз обогнал я. Ночью вообще мало машин. Трехполоска. Вообще мне не подумал. Ну, блин, я стараюсь. Ну, мы же водители, ладно. Кто там от работы домой. Ну, редко ездит туда. Там, откуда баллы. Но мы постоянно за рулем. И все равно, блин, нарушаешь. Бывает. Нельзя быть сконцентрирован. Сто процентов всегда быть в концентрации. Да, вот. И два таких штрафа. Это, получается, там чуть ли не по 150 евро. До 300 евро, получается. Оплатить их надо в течение месяца, кажется. И то, там такая процедура. Они присылают сначала фирме. Фирма должна сказать, кто был за рулем. Фирма, типа, отправляет им обратно письмо. А за рулем был такой-то. Они отправляют уже письмо мне. Типа спрашивают, вы были тогда за рулем? И нарушили ли вы? Можете сказать, почему? То есть, ты должен ответить, да, это я был. Извините, больше так не буду. Но не всегда были. Какая земля, откуда письмо приходит. И отправляешь им, да, это я был, извините. А они тебе потом отправляют. Вот. Мы вам поставили минимальный штраф, плюс 1 балл в права. Оплатите, пожалуйста, там номер счета. Пожалуйста, все. Некоторые номер счета. Да, номер счета. Некоторые земли поумнее стали. Ну, мне больше нравится. Они прислали. Если это вы были, вот зайдите в свой кабинет. Мы создали вам свой кабинет с паролем таким-то. Там заполните, что это вы были. И оплатите сразу. А кто-то вышлите нам письмо, что это вы. А мы вам пришлем потом обратно. Короче, это может длиться полгода. Пока они вас фоткают, пока пришлют письмо, пока вы обратно. Вот это. Мне штрафы приходят с нового года. Хотя сейчас уже июнь месяц. Так. Кстати, я хотел спросить, если кто знает, как эти баллы сгорают. Кто-то говорит, что через 2,5 года. Но если ты за эти 2,5 года не набрал еще одного хотя бы балла. То есть, все, тебе дали 1 балл, 2,5 года ты не нарушаешь, тогда он сгорает. А если в течение 2,5 лет вы еще зарабатываете, то опять 2,5 года. Или как? У нас лично в Молдавии там 12 баллов. И каждые полгода, ну, то есть сгорает. Ты его получил полгода назад, он сгорает. А здесь не знаю, так или не так. И вот за обгон дают 1 балл и дают балл за расстояние. И дают балл за скорость, но за большую скорость. Там больше 20, 30. То есть до 15, 17 там не дают балл, там минимальный штраф. Если уже больше 30 километров в час, то уже и балл прилетает. То есть, блин, штрафы, штрафами в другой стране штрафы дают. Там без проблем как бы. Вот так у нас ремонтик, что они опять делают красоту. Ну, вот такие вот дела. И плюс меня в Австрии, ну, это вина шефа, он не знал. Не знаю, короче. В Австрии меня остановили. Такой заезжаю, все там сводят. Лампочка горит, типа заезжайте на контроль. Еду, все едут, чик-чик-чик. И я уже почти-почти проезжаю. Он такой махает, стой. Я, блин, да что такое? А еду пустой, как бы вроде все в порядке. Типа наклейку. Наклейка с Австрии. За евро нормы там. Раньше она работала только по Вену. Надо было ее покупать. А сейчас по всей Австрии. Я говорю, ну, блин, я не знаю. Вроде нету, шеф не говорил. Ну, да, идем со мной. И уже начал. Права взял, там, код 95-й проверил. И выписал штраф до, там, было написано, что до 2000 евро штраф. Но выписал, типа, 300 евро. Сказал адрес, придет письмо на адрес. Но это уже не я буду оплачивать. А эта наклейка стоит, вот, я уже купил, 30 евро. Даже, там, 27. Вот так вот. По Незнайке, по Подос. Вот там многих, смотрю, останавливали. Там австрийцы, конечно, же скачут. А, и да, и с Австрии. Один за расстояние. С Австрии пришел штраф. Там тоже по ночам с 10 до 6. Там, 60 км в час для фур. Ну, все летают. Я не знаю. Я лично не помню в Австрии, что меня фоткали. Но, типа, сфоткали. Ну, как фотки? И вообще, пришло письмо с Австрии. Без фоток, где, что, как. Так просто, 180 евро, пожалуйста, или, там, 140, не помню, оплатите, пожалуйста. Ну, там хоть бал не ставят, блин. Эти баллы, конечно, просто жесть. А если тебя штрафуют во Франции, в Австрии, где-то в Чехии, то нету. А вот если именно в Германии тебя остановили, неважно, какие у тебя права, тебя накапливаются баллы, и потом лишения прав от полугода. А потом иди доказываешь, что ты не идиот. Так у них и называется, идиотом тест. Вот такие вот дела. Короче, так было настроение поганое. Ну, буду. Это будет урок. Буду аккуратно ехать, спокойно. Вот, 70 метров дистанции. Ну, тоже кто-то едет и давай. Только обогнал передо мной. Передо мной вот так суются. И ты только ходишь, вот дистанцию начинаешь набирать. Я еду чуть медленнее. Он думает, что, а, все, я тут едет 8.5, дай его обгоню. И вот так едут иногда прям впритык, впритык. Ну, у них, наверное, права, я не знаю, неубиваемые. Ладно, все. Вот такой видосик был. Сейчас поговорим. В следующем видео поговорим тоже одна интересная новость. Так что ставьте колокольчик, чтобы знать, когда новый видосик вышел. И вы были первыми и посмотрели. Все, всем пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok